Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас новый выпуск, который будет называться «Жизнь после карантина». Итак, напоминаю, что мы с вами находимся в Линтон-Бэй-Марина. Это Панама, Атлантическая сторона. Какое-то время мы еще здесь будем, занимаясь ремонтами, но, надеюсь, не очень долго. И потом мы выдвинемся для того, чтобы перейти Панамский канал и перейти на Тихоокеанскую сторону. Поэтому о том, что мы будем делать здесь, на Атлантической стороне, куда пойдем, я вам расскажу в этом видео. Погнали! Говорил о том, что у нас закончился карантин. И нам выдали вот такую вот бумажечку. Текс. Бумажечка выглядит вот так. Это наш старый крюлист. Пермит. На хождение лодки по Панаме. Вот эта вот фигня стоит 180 американских долларов. Ну и 5 за оформление. Далее нам дали вот такую бумажку о том, что мы пришли. Я так понимаю, что это как бы таможенная декларация. И далее нам придется только заняться тем, чтобы пройти иммиграцию. Ну, это нам в Марине все расскажет. Так, тут какие-то собаки лаят. Короче, все, мы готовы к яхтингу по Панаме. Хоба! Готово! Хоба! Ну что, вот мы и официально зарегистрированы в Панаме. Можем ходить на берег и чинить беспорядки. А можем и не ходить на берег и заниматься беспорядками в Марине. День разграбления города. Нужно провести. По старой пиратской традиции. Ну вот. В карантин сейчас вот Дина и Саша приехали с магазина. Ну что, давай, рассказывай, что там. Там невероятно красиво. Это что-то среднее между прибрежной Кенией и Доминикой. Невероятная природа. Мы ехали в банкомат, это самая красивая поездка в банкомат. Там крепости, деревья, переканов, острова просто. Супер вообще. Надо брать машину в аренду, тут покататься. Что-то есть. Дорожки для понимания. Все трехмерное, узкое и хороший асфальт. Держак вообще отлично. Я здесь много ездил, я знаю, да. Идеально вообще. Тут такая природа. Просто обосраться и не жить, я считаю, нужно срочно. И не говорите, что Дина опять ругается. Все мы срем. Ай, кстати, мы купили корзинку со всяким разным. Покажи. Стоп. Смотри, ладно. Блядь. А, вступил в дедушку. О, гад, ну смотри, теперь ты сейчас будешь все вымывать. Ненавижу. Это кармический пинок. В этом купили всяких пармезанов. Кармический пинок. Дедушка, уйди. Абуэло. Мы взяли всяких пармезанов, винчика, ломчика и так далее. Это наши теперь супер-кармезанья. Вот эти? Да, да. А можно спросить, а зачем они нам нужны? Ну как это? Вот так вот заносишь, и вот так оно и стоит. Ну, кроме того... Да, за деньги такого не купишь. Да, и деньги, кстати, у нас тут тоже есть. А еще тут есть специальный подарок для тебя, Сереж, сейчас его найду. Это он такой маленький. Дина, это, вас не штрафовали за маски? Вот он, нет, мы будем мазать. Отмазались? Скакалка! А я уже пиво начал пить. Пропади оно. Гори оно огнем алкогольным. Смотри, один серенький. Класс. А вот еще двое. Вот эти две пакеты стоят. А что это может быть? Слово не нужно. Так, вот. Лиза красива. Ну вот я тут красного флага не вижу, но это чей-то пробок. Это поклонник красный. Да, что-то есть. Это может быть просто табличка. О, птицы начинают. Какой он пушистый, этот белый. Вообще, как облачко. И он там явно главный, смотри. Остальные рыжие. Он другой пород, да. А вот там еще сзади один такой. А вот еще темный внизу вообще. Выскинь, поднимайте, а то они на вы. А вон там один посередине, такой нахуклившийся внутри. Слушай, ну это царь. Боже, какая красота, смотри. У него такое зеленое возле глаз, переносится, интересно. А вот сердцы, смотри, снизу, видишь, пушистые сидят? Да вот, с самого низу, с самого низу. Да, там один от лысых куда-то полез вообще. Вот и ребята знаменитые. Нам про них рассказывали. Саш, биска тоже не подойдет. И вот они уже идут нас встречать на двух лапах. Ну, где же вы? Туда, к пирсу, короче, греби, Сань. Они не умеют плавать? Ну, не так, чтобы нас догонять на лодке. Не, не любят, не будут. Вон, он, смотри, выглядывает, сидит пока на пальме. Я вижу только локоть. Ну, почему вот это? Вот. Смотри на это. Просто этот, этот, дай мне. Боже, какие они. Какой пузан у него. Боже, как он ходит. Это похоже. Класс, они такие махматые. Абли-класс. Ну что? Ух! Ух! Рассказать сейчас одну небольшую историю Смотрите Флажок я вам уже показал Давайте я вам расскажу что это значит Потому что когда обычно мы увидели такой флажок Особенно когда это был испанский флаг со свастикой Мы решили выяснить что же это такое Потому что понятно что значение у этого флага совершенно иное И мы подошли к владельцу катамарана и задали вопрос Что же значит флаг вот этот вот желтый с двумя красными полосочками И со свастикой направлен в обратную сторону Я сказал что здесь рядом с Линтон Бэй Есть такое место рай на земле Который называется Сан Блас На Сан Бласе живут племена Куны Или место которое называется Собственно этот Сан Блас это Гуна Яла Гуна Яла обозначает земля гунов Это этнические индейцы которые жили в Панаме на протяжении много-много тысяч лет И так исторически сложилось что у них флаг это желтый флажок И собственно вот эта свастика которая означает либо солнце Либо процесс перерождения Потому что это круговорот чего-то там в природе Так вот в 1925 году произошла революция И Куны получили автономию То есть революция проходила в Панаме И была против текущей власти Потому что в это время Было достаточно большое количество военных переворотов в Панаме И строительства Панамского канала Но тем не менее на протяжении 10 дней Проходила вот эта вот условная революция И Куны получили автономию То есть Сан Блас это является автономией Причем такой именно реальной автономией в рамках Панамы И как символ революции Куны добавили на свой флажок две красных полоски И теперь у них есть два флага Первый это флаг Гуна Яла А второй флаг Кунов Который они немножечко изменили во время революции Потому что на Гуна Яла живут еще там несколько других этносов Так вот Этот флаг Это флаг Кунов И красные полоски Это символ революции Символ автономии Которую они получили Вот такая вот интересная история На мой взгляд Во всяком случае Мне интересно узнавать Вот как устроен мир И что собственно происходит И почему есть какие-то вещи Которые мы не знаем Но они вот существуют И в связи с любопытством природным Я пытаюсь узнать максимум Об устройстве нашей с вами планеты Ну и дальше будем продолжать Вам рассказывать о чем-то там Таком прикольном Ну что погнали дальше Ну вообще вот понимаешь Палку воткнул все растет Да Фантастика Это кокос Класс Это мы снаружи Боут-ярда Наконец-то Совершаем пешую прогулку Смотри-ка Это манго Это манго Причем такой Фантастика Плодовитый Фантастика Да Вот это поближе Слушай, ну я думаю Что мы можем набрать Попробовать На обратном Да Ну мы потрясем что-нибудь И это нам нападает Нет, трясти мы не будем Ну потому что оно за забором Да? Ну конечно Дерево-то за забором Это чье-то дерево Да, дерево за забором Да, но набрать Не точно тут что-нибудь Можно собрать Ну собираем Да Хороший Ну сейчас не потачим Ну я возьму один По-моему, попробуем Вот И на том острове Где мы были обезьяни У них тоже там манго Ты помнишь, сколько таких маленьких У них было обглоданных Да Я не зря хотела До того домика Дойти Которые вот разрушены Такие у нас два манго Прикорм Там есть Заветный плод Который они не дают покоя Такая как бы мимо проходила Да? Короче, надо придумать Как их оттуда снять И не повредить Свою черепную коробку Шлем надо было брать Шлем Нет Ну вот Наша первая находка Большая Аня не прошла мимо Ой, какой красивый Шласс Вообще шикарный Перфектность Это уже интерьерный взгляд Да Вполне Спрятать, спрятать Тут очень красивые бабочки Не знаю, будет ли у нас А у них борьба за ракушку Что ли? Ну, может, они все А? Может, они все А? Дорогие крабы, извините Когда шли обратно Нашли дерево Которое очень-очень Богато манго И обнесли его Нет, ну мы собрали то, что мы поближе Да, но они все вкусные Проба была снята Еще на пляже Короче, будет творение Из манго Да, Аня? Ну что? Будем делать мажита А мажита делается Очень просто Да, когда весь черный труд Остался за кадром Мажита делается Очень просто Мы только что Просто помыли лодку Одина сказала Что мы сделали Недостаточно хорошо Помыли два холодильника Перебрав мяту на мажита Вот, собственно, к чем Простота Простота Хаба, хаба А мы сейчас будем делать махита Итак, самым главным ингредиентом махита является сахар Стоп, стоп Никакой не стоп, смотри Видите, что вмешивается Ром Ром, да Самый главный ингредиент махита Не отвлекайтесь, не отвлекайтесь Но Есть еще мята Вот так вот ее Обскубаем Прямо так? Прямо вот прямо Делаем красоту Так возьми сюда ее себе Что ты носишь В смысле Мяту Одну отстанет меня Мне нравится носить Я делаю так, как Я так вижу мир Короче, мы сейчас берем Вот это вот Мажитное Чтобы была мажита вкусная Мы берем листочки И их Крошин В сахар Не жалей Я вижу, ты жалеешь На тебе с палками У нас еще есть такие переборочки Какой-то местной эко-клубники Которая оказалась немножко уставшая Но это вот то, что от нее осталось У вас из уставшей клубники будет уставший махита Нет, у нас будет бодрый махита из уставшей клубники Ты все перепутал А вы хотите мажита с клубникой? Yes, por favor Та фазалий нужно говорить По-нашему, по-африкански Гота Что? Давай, где-где махита? Почему еще не готова? Потому что они мохитный регион Меньше слов, короче, дешевле телеграмма Это Вавелла говорил Да, да Короче, потом мы берем Делаем вот так вот Микста Микста Маэстро 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 де мохиту Мажиту маэстро Топчи Козюлю Топчи козюлю Короче Вот сейчас у нас уже это все истолковано Так что Да, да, пожалуйста Я думаю, что для мальчиков пойдет без клубники Я тоже так думала А вот здесь, кстати, маловато Вот у нас есть клубничка Мы ее Я Давим Слушай, сейчас Везде сезон клубники Я думаю, наша клубника будет просто Вот эта вот прекрасная такая, да? Слушай, она выглядит как-то вот как А здесь это эко-био И очень дорогая кудрика Гидропоника, кстати Гидропоника? Да, да, она крупная Непонятно Итак, теперь Мы берем Наш любимый обуэлло Обуэлло Он с нами каждый вечер Обуэлло переводится как дедушка Не знаешь, как переводится? Деда Куда? Ммм, запах дедушки Еще и с дозатором смотри Ну, обуэлло с дозатором, понятно Кто же дедушку-то без дозатора пьет? Ну, нужно же понимать Плюсом мохито является то, что его можно пить И не напиться Весь вечер и не напиться Потому что кому-то станет просто впадло делать этот коктейль Так, вот у нас 4 мажитницы готовы Итак, далее Нам нужен лед Но напоминаю, что так как мы уже поставили литий У нас на лодке есть ледогенератор Поэтому, а дай сюда Видите вот эту лампочку? Это значит, что ледница полная И он уже ее дальше не знает, куда насыпать У нас есть вот такая вот лопатка И мы ее берем и насыпаем лед прямо вот, прямо в стаканы Ну, краша у нас нет, поэтому будем пить вот такой вот лед Что поделать? Так, мы сейчас тоже делаем с остальными Ну что, берем теперь спрайт И начинаем его наливать в наши стаканчики Но самое ужасное, мы забыли лайм Черт, на тебе лайм Черт, побери На, вот прямо ешь Ну что? Можито Можито вкусно Я не положила? Конечно, что за вопрос? На, ешь Еще и отжал Ну, в смысле не забрал, а туда вели Ах, если бы было иначе Ано Черт Я предлагаю переходить Я предлагаю переходить на мохито Нормально Плюс один А ты будешь искать Мы же где-то нашли ее Ну, нашли, нашли Но она же, наверное, еще там есть Откуда мята была? Кстати, был один всего пищевар А где вы реально взяли эту мяту? Ну, у этого Овощника А где же мы еще взяли мяту? Где что-то еще мы Косили и забивали Нет, я думаю, что вы где-то по дороге взяли, пока гуляет И оттуда же перцы чили и клубничка в упаковке А клубнику же вы купили там, мне кажется, нет? Нет, это овощник, что? Слушай, я думал, вы клубнику купили, пока ходили Нет, там мы манго нас собирали Ты все перепутал Девочки у нас сегодня нас собирали манго с дерева, которое просто падало И там есть видео Есть видео, да? Да, мы снимали, как мы знаем, как мы Тыриманго Нет, мы снимали, как мы нашли дерево И сколько мы натырили тоже Так очень прикольно Выходишь в кокпит А здесь ждет бутылка рома И написано Сейлос, сейлорс, джерри, ром Это у нас тут есть сосед, который делает ром И он нам подогнал бутылочку А ну, внимание Сейчас, проба пера Мама миа Вы когда-нибудь нюхали, как пахнет самогонка? Это оно Друзья мои, у нас сегодня тот день, когда Саша, Саша с Аней Нас покинули И улетели к себе домой Были какие-то срочные дела И им пришлось покинуть Нашу компанию веселую Нам было очень круто провести практически 4 месяца вместе И я с огромным удовольствием буду ждать У вас, ребята, у нас на лодке где-нибудь в Тихом океане И огромное спасибо вам за подарок Подарок очень крутой, мне очень нравится Все вам покажу Так как я иногда играл на гитаре Во всяком случае, учился У меня теперь есть крутая гитара Ты говорил, что вот эта фигня будет маленькая А она, судя по всему, огромная, как вот эта коробка Ну, вот сейчас откроем Идем внутрь Идем открывать Я хочу попробовать Мне срочно это надо Ну что, unpack, unpack Да, весь цвет Все сюда Итак Что тут у тебя? Я не так его распаковывать Но мы сейчас разберемся точно Ну Хома Чехольчики У меня уже, между прочим Стало Ой, тут внутри еще прямо Класс У меня уже стала традицией В Панаме приобретать гитары Главное, чтобы у тебя была традиция на них играть Спокойно Не будь пессимистом У меня стакан наполовину полон О-е-е Кто тут у нас? Так вот Ямаха Ямаха Между прочим, я могу даже Не ошибусь, наверное Но в прошлый раз я, возможно, гитару получил в этом же магазине Ну что ж Пахнет как новенькая Пахнет новой гитарой Такой дзинький и тихий дзинь Ну у него же нету рефлектора Как я не знаю, как он называется Ну не важно Блин, мне нравится Мне нравится Сейчас надо подключать и срочно играть Срочно Нет времени объяснять Давай, подключай, бегом Ну что, будем угадывать, какая песня? Давай Ну что, давай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Угадываем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем, тоже угадать уже можно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот пришел тот момент, когда мы решили немножечко разведать окрестности Смотрите Вот там вот стоят лодки Там находится марина и яхт-клуб, в котором мы находимся А здесь просто островок, я так понимаю, что это резорт Но сейчас в резорте все резорты закрыты, поэтому здесь просто заброшенный пляж И мы решили пройтись, посмотреть, что здесь есть вокруг ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там цапля. Идем к цапле Ой, еще одна, смотри, там грядно на дереве Мы сейчас туда придем Пиво из банок Это местные лодки Это выдолбленные из одного цельного куска, из дерева Смотри, какая они ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой якорь Какой странный себя держит Дубин умеряет Такое дерево огромное Просто монстра дерево Сейчас фоткаешь В кроксах просто стрёмно по нему лазить Когда кто последний раз по деревьям лазил? Я только в детстве Давно забытый навык Главное сейчас не вернуться отсюда Здесь, кстати, в Панаме есть змеи ядовитые Их достаточно много Поэтому нужно смотреть не только перед собой А еще и наверх Потому что есть такой вид змей, которые падают на голову Там риф Очень красивое место Дерево клевое Вау! Сейчас первый раз Наверное, за две недели вышло солнце Потому что показывал я уже, наверное, вот там вдалеке дымка Это еще проходит песчаная буря Которая перешла через весь Атлантический океан С пустыни африканской И дальше продолжает идти Все Штаты уже завалило И у нас первый день появилось солнце После вот этого всего То, что проходило Ну и, естественно, грозы были сильные И все было прямо брррр Сейчас клево Солнышко Люблю солнышко Большие тропические кусты У них такие прикольные семечки Похоже, это семечко Что-то среднее между камнем и каштаном Очень красивое Такие можно домой на сувениры оставлять Но нам это не нужно Здесь выносит на берег саргас Это водоросли называются саргас-вит Они идут через всю Атлантику Начинаются возле Африки Они когда начинают тухнуть Из них выделяется аммиак Который портит всю бытовую технику Поэтому, если здесь на Карибах С высокоточной электроникой Знаете, все разъемы у вас сгниют Наверное, за полсезона Мягкая трава Прямо так ногой ставишься Она прямо как ковер Эта трава, она очень интересно растет Вот тут я в каком-то Это дикая, что ли? Да И она стелящаяся Дикая трава Это дикая трава Но здесь ее используют Ее много где используют Она растет, короче, это не ровный слой А она разрастается из одного места И растет таким ковром стелящимся И есть места, где прям такие огромные холмы Из этой травы И ты наступаешь и проваливаешься там на полметра Класс Да, да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дина, что ты там нашла? Челюсть Короче Это не мое Короче, зубы человеческие Вставная челюсть Гоняю тебя Отвлеклась На минуточку Не могу Оторвать взгляд Все время сканирую Я нашла стул Это идеальная деревяха Одна из тех, которые я очень хочу нести с собой Давай заберем с собой на лодку Смотри Смотри, как она сделана Она природой так сделана Это не люди сделали Не люди ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень хочу себе купить Можно мне заберем? Забери Только сама несешь Смотри, какая посвятительная Прям что-то невероятное ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, давай вяжись Погнали Там еще какой-то заброшенный дом есть? Это, наверное, когда-то был резорт заброшенный Но оно все заброшенное То есть когда-то, вероятно, здесь что-то было Но больше здесь ничего нет Где обезьяны? Майми? Я договорюсь, это без фруктов в приходе, что... Ну мы с фруктами еще к ним зайдем Ну а вдруг мы их найдем сейчас Может и такое случится? Знаете, что это такое? Что это такое? Понюхай Не хочу Фу, оно пахнет, как будто кто-то сблевал Ну а что ты мне предлагаешь это понюхать? Между прочим, чтоб ты понимала 100 грамм сока нони А, это оно, да? Да-да, 100 грамм сока нони стоит 100 долларов Это вот такая вот штука Она супер-супер полезная И в ней супер-супер всего Витаминов там всего находится Но я себе когда-то купил За 3 доллара Двухлитровую бутылку от жадности Но скажу честно Я пил по колпачку Грамм 25, наверное, в день Больше не могу Потом заедаешь, запиваешь Но это типа супер-полезно Фрукт нони Внизу ссылочка на Википедию Посмотрите, что это такое Но воняет оно как мрак Фу Теперь этот запах будет со мной всегда Гадость какая Давайте я вам покажу Как выглядят нони дерева И как они выглядят Когда еще зеленые Вот эти дырки Это норы В них живут крабы То есть это не страшно Вот дерево И вот эти нони Это еще не спелые Смотри Такие норы огромные Покажи, Сережа Да, да, да Вот это вообще Что это за, блин, туннель Это коконат крабы Смотрите Я думаю, они питаются этими нони Посмотри Вот реально такие Нет, нет Это крабы Смотри Это разломанные кокосовые орехи Видишь Вот эти коконат крабы У них такие настолько мощные клешни Что они просто разламывают Этими клешнями кокосовые орехи Это у нони Да, у них ли она Вот смотри Здесь вот видно Как вот эти крабы Это наломали Это не люди Кокосы наломали Это крабы Кокосовые крабы ломают Эти кокосовые крабы Бывают размером Блин, с Дину Я покажу фотографии Какие они бывают А вот смотрите Вот это то, что я вам показывал Зеленый нони Вот, Дин Да, я вижу А где-то я тут видел спелый Он должен уже Их по запаху Да, да Но это все зеленые Вот это Вот этот уже спелее Спелый на земле поищу Да нет Зачем они нам нужны Вот Тут тут еще есть Слушай, а может мы реально возьмем Надо посмотреть, что с ними делать Сок из них выдавливаешь Это суперполезно Это наверное Одно из самых полезных На этой планете Фруктов А? Суперфудов Суперфудов, да Но очень плохо пахнут Говорю сразу Причем оно чем Более спелое Тем более тухлое Я кокосового краба нашел Дай тебе его Смотри Опа Стойте Какие же птицы Криво Не получилось По пальцу Вот этот краб Это реально маленький краб Потому что такие Но они крайне редко попадаются Обычно это просто монстр краб Такой Но они вообще бывают До 80 сантиметров в диаметре Вот такие огромные Еще покажу Крабов тут конечно Уже не найти Но вот смотрите Вот это все Вот эти все кокосы разломанные Это все кокосовые крабы сделали Эй, поднише Вот это все кокосовое Паукообразная обезьяна В принципе понятно Почему он так называется Это Дина там какую-то еду находит И ему бросает Дина Он ждет пока ты подойдешь поближе Чтобы тебе навалять Не ходи туда Не ходи туда Ну укусит потом что будет Друзья Если у вас появляются вообще какие-либо вопросы по ходу Вы задавайте Я вам отвечу Потому что мы же находимся здесь постоянно То есть мы понимаем О том как в тропиках Что происходит Как что растет Какие животные Какие растения Поэтому смело задавайте вопросы Будем отвечать Если что-то не знаем Найдем Спросим Расскажем